здравствуйте тратите елена александровна я с удовольствием вам представлюсь это он пока и сама финансовая взыскания специалист чирикова евгения александровна звонок записывается задолженности вас длительная сохраняется елена александровна когда будете оплачивать никогда почему имеет значение никак не имеет значения вы взяли чужие деньги присвоили их и отдаёте мы что что подтверждать прекрасно то что вы это делаете по запись телефонного разговора потому что елена александровна уголовно наказуемая статья мошенничество вы к юристу сходите подкатитесь в ход рублей потратить чем это для вас грозит мошенничество да да это не быть чтобы я говорила им про то это заведомо ложный донос. А что вы, а что вы зеваете? Значит, вы брёте, какой донос? Представляете, не живём, что ли, Елена Александровна? Какой донос? Вы почитаете уголовный... Психологию почитаете, а вот этот смех... А смех надуманный. Заведомо ложный донос. Есть такая статья. Ну, не получается. Плохая вы актриса, Елена Александровна. Хоть при Гитлере, хоть при кого угодно. Донос. Донос. Ладно. Разбегитесь головой об стену, ударьтесь, может, там немножко просветлеет. Сходите к психологу. Зачем мне это надо? Бедняга, мне его жалко. Я часто зарыдаю. Ну, что вы так унижаетесь-то? Что вы так унижаетесь? Я вам уже всё сказала. Вы можете вот эти вот залости вы, обзывайте от жалости от собой. Вы этот театр приготовьте, приготовьте к электорскому агентству, когда к вам приедут, и будет стоять дяденька. Мы получим. Мы получим. В суд идти. Вы же пособрали суд идти на 159-й, да, заявление. Я после этого вру. Вы тут вертите, как у нас коворотки. Молстуд пойдёт, Елена Александровна. 159-й. В полицию надо сходить, заявление написать, а потом, чтобы судебный процесс был. Вы услышали, что молстуд пойдёт. А, ну понятно, это так. Радио ваше выключите. Радио выключите. Можно просто лишь бы что-то ляпнуть, потому что надо же как-то пытаться взыскивать, оно-то больше не получается, поэтому надо заёмщиков вводить за блуждение, потому что можно говорить только ерунду, которая никому вообще не интересна, уже давным-давно никому не ругает. А-б-лад-б-лад-б-лад-б-лад-б-лад-б-лад-б-лад-б-лад. Всё, всё. Бл, каких консинах мне ещё не звонила, когда среди дебилок ты чемпионка, да? Ой, блин. Вы перед зеркалом что-ли стоите? Перед хирирком я стою. Перед коллекторами будете нежно и пушистой. Да, вообще8 prze illustrated коллекторов. Продолжение следует... Да. А какое это имеет значение? Ну, сроки требования, понятно. Причина-то какое имеет значение? Пижамное. Пижамное. Не халатное, пижамное отношение. Ну, пижамное отношение-то нет такой причины. Ну, у меня есть. Либо это финансовая сложность. У вас есть такая? Да, да, да. Прошу, хотя из этого, поскольку идет нарушение условий к индивидуального договора, согласно статье 37 гражданской политики Российской Федерации, банк выставляет требование о внесении оплаты сегодня, максимум завтра. Игнорирую это требование. Да. Звонок из Сбербанка России. Слышите меня сейчас? Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Меня зовут Шарова Ирина Александровна. Обращаю внимание на национального диалога. Вы Елена Владимировна. Это вы? Все правильно? Елена Владимировна, звоним по поводу кредитной карты на 120 тысяч рублей, по которой задолженность 7 970 рублей сохраняется. Вижу, что 26 ноября наш сотрудник уже звонил вам. Там был зафиксирован отказ от оплаты. Вы говорили о том, что у вас финансовые трудности. Все верно, да, было отображено? Нет, я ничего не говорила по поводу каких-либо трудностей. Отказ от оплаты был, да. Елена Владимировна, уточните тогда, пожалуйста, а по какой причине тогда, да, раз вы говорите все-таки не финансовые трудности и неверная информация была зафиксирована, по какой причине не получилось все-таки договориться со специалистом по оплате? Что у вас случилось? По той причине, что мне когда с мобильных телефонов звонят незнакомые люди, я, как правило, им не распространяюсь о своих проблемах и так далее. То есть не хотели бы сейчас информацию уточнять, я правильно понимаю? Да, не знаю. Елена Владимировна, на сегодняшний день, просто, да, поскольку мы вам представляемся, соответственно, если вы сомневаетесь, пожалуйста, федеральный телефон я вам оставлю, да, то есть всю информацию вы можете проверить. Почему уточняем у вас причину? Потому что это очень важно при предоставлении тех сроков, которые, да, сотрудник имеет право по срокам банка вам предоставить. На сегодняшний день максимальный период, который банк сможет рассмотреть, это до 4 декабря включительно. Минимальная сумма, минуту, минимальная сумма, которую здесь нужно внести, 8 тысяч, 10 рублей. Елена Владимировна, нам нужно тогда перезанимать средства, потому что если вы оплату не внесете, не внесу. Я фиксирую тогда отказ от оплаты, и при том, да, при том, что у вас больше трех недель платеж не поступает, обращаю внимание, что здесь уже банк может требовать внести всю сумму сразу, разным платежом к погашению, едином платежом. Не хочется, мне все равно, что вы требуете там. Хорошо, Елена Владимировна, я вас о последствиях предупредила, отказ я зафиксировала, повторный звонок стороны банка может назначен быть вам повторно. Всего доброго вам, до свидания. Он может быть назначен повторно? Вот, это да. Всего хорошего вам, до свидания. Да. Анастасия Андреевна, добрый день. Добрый. Компания Манезо, управление взыскания, Арина Владимировна, меня зовут. Угу. У меня зовут переговоров. Поясните, решаете вопрос с оплатой? Не, не решаю. Намерены решать? Не, не намерены. А по какой причине так негативно настроены на исполнение своих обязательств? Да, разве это имеет значение какое-то. Ну, конечно, имеет. Компания выдала требование произвести оплату. Я за вас рада. И какое имеет значение, какие у меня причины? Ну, по какой причине вы уклоняетесь от оплаты? Какое имеет значение? Огромное значение. Вы незаконно удерживаете чужие денежные средства. Прямо в заложнике их захватила и удерживаю, да? 72 421 руб. 47 копеек. На сегодня ваша сумма на погашение. Поясните, Анастасия, как намерены решать вопрос? Никак. Обращались к знакомым, к родственникам, к родителям, чтобы помогли решить вопрос? Обязательно. Сразу, как только возникла задолженность, и сразу по всем пробежалась, как бешеный сайгак. Всех спросила, займете, они говорят, не, не займем. Может, вы позвоните, попросите же меня? Ну, конечно, компания вправе будет это сделать. Вы же подписали соглашение. Ну вот, правильно, нечего им расслабляться. Надо их прозвонить и сказать им, что нужно же, Настеньке, хорошая девочка, уже пора давно-давно оказать финансовую помощь, а то что козлы никто не оказывает? Анастасия Андреевна, по 1005 статье КРФ компания вынуждена будет передать ваш договор в коллекторское агентство в случае неоплаты с вашей стороны. Компания предлагает вам снять с вас долговую нагрузку, и идет навстречу, предлагает вам услугу продления, которая еще доступна для вас. Ой, отличная услуга, нажимайте деньги в трубу. Ну, напрасно вы так говорите. Заплатите за ваши ожидания. Вы бесплатно можете подождать, зачем? Анастасия Андреевна, в соответствии с 330 статьей федерального закона компания вправе также вам насчитать неустойкие штрафы именно за просроченные дни. Сумма к погашению также может быть увеличена, что не будет являться для вас хорошей вещью. Я не буду вовсе, да и все. Ну, вы же прекрасно понимаете. Вопрос времени. А платить вам в любом случае. В любом случае вам оплатить придется. Анастасия Андреевна, Анастасия Андреевна, обратитесь к родственникам, объясните. Я же уже обращалась, я же уже пробежалась, никто не дает. Что еще? Что еще сделать для вас? Перекредиту Анастасия Андреевна. Они мне не дают, говорят, что уже кредитная история плохая, не дадим. Ну, все финансовые риски вы брали на себя, когда заключали договор. Да, я забежалась, я вам отвечаю на вопросы. Вы мне предлагаете пути решения, я вам отвечаю, что это не подходит, это тоже не подходит. Компания Анастасия Андреевна выдвинула вам именно требования. Именно требования, да? Вот прямо сейчас по телефону вот так взяла и выдвинула. Выдвинула требования компании оплатить денежные средства в нашей компании. Ищите деньги, ищите деньги, перезвоним. Кидали. Алло. Здравствуйте, звонок сервиса займов ЕКапуста. Меня зовут Козлов Александр Андреевич. Подсказать, Людмила, могу услышать? Хабиб, раз улыбнул. Второй раз за день звоните. Раз за день, да, звоним? Угу. Ага, то есть вы, не что вы нам отвечаете в первый раз? Я вам отвечаю, привет вам большой, ЕКапуста. От нее? Ну, вы прослушайте предыдущий разговор. Сегодня мне уже звонили. Ага, то есть информацию вы ей передать не сможете, да? Да, это я. А, это вы, да? Ну, конечно, я. А кто еще? Кого вы ожидали тут услышать? Ага, Людмила, пожалуйста, вы собираетесь? Собираете, да, решать вопрос через займов? А вы собираетесь? 230-й федеральный заклад соблюдать и звонить один раз в день только, а не два. Нарушением попахивает. Можно штраф плавать? Ну, смотрите. Лопатать. Ну, у вас 313 дней просрочки уже, понимаете, да? Да, это понятно, но это же не дает вам право закон нарушать. Ну, смотри, давайте не ссориться, потому что с вашей стороны 330 не было дней оплаты, с вашей стороны будет немножко более звонков, как бы. Ну, немножко более я понимаю, но давайте как-то в рамках закона, а то я тогда прям вынуждена буду жалобы писать. Ну, я понимаю, ну, мы же в суд не пойдем, зачем нам это? Мы, наоборот, лояльно хотим все решить, и зачем нам ссориться? Вы как бы не первый займ бьете, у нас третий займ. Ну, давайте по закону тогда завтра позвоните, я вам на все ваши вопросы отвечу. Хорошо? Если вы не хотите. Завтра, да, позвоните? Да, да. А вас в поле, как скажите? Ва сколько хотите. Ну, примерно. Ну, в течение дня, да? Я для вас свободна всегда. Хорошо, договорились. Всего доброго. До завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok